1 марта в Самаре завершился чемпионат России по настольному теннису. Порядка 130 спортсменов со всей страны соревновались в первенстве за звание лучшего. В заключительный день соревнований с самого утра за выход в финал состязались спортсмены в личном зачете. В первом полуфинале Анна Тихомирова одолела Юлию Прохорову. На соревнованиях обе спортсменки представляли «Москво». Анна не участвовала в групповых состязаниях, поэтому к личному турниру теннисистка была полна сил. Тем не менее, одолеть соперницу оказалось не так просто. Самый высокий уровень в женском настольном теннисе в Москве сейчас. Среди восьми участников четверть финала шесть москвичек было. Сейчас в полуфинале трое москвичек также вышли. В основном все соперники, главные соперники, они хорошо знакомы по совместным тренировкам. Многие матчи уже доказали, что соперники выигрывают с 0-3, с 1-3, изменяют ход игры, надо играть до конца, до последнего очка, ничего не менять, менять выигрышную тактику. Самой непредсказуемой встречей этого дня оказался второй женский полуфинал. В нем встретились действующие на тот момент чемпионка России Ольга Баранова и Яна Носкова, представляющая Нижний Новгород. По итогам встречи бывшая чемпионка в этом году смогла завоевать только бронзу. В финале сыграли Яна Носкова и Анна Тихомирова. Спортсменки уже встречались на соревнованиях. Кроме того, они выступали в паре. Знание тактики и техники противника. Дополнительное преимущество на площадке. В итоге сильнейшей оказалась Яна Носкова. Чемпионат России, наверное, каждый год это очень нервные и тяжелые соревнования. Как показал этот чемпионат России, в этом тоже очень много таких неожиданных каких-то поворотов во многих встречах, матчах были. Поэтому каждый чемпионат страны для каждого спортсмена очень важный. Каждый, наверное, хочет проявить себя с лучшей стороны, чтобы добраться в национальную сборную, команду для участия на чемпионатах мира, Европы. Поэтому было много интересных и захватывающих матчей здесь. 19 лет Самарской школы – второй номер в рейтинге спортсменов на российском чемпионате. Алексей Смирнов в мужском финале одолел Вячеслава Бурова. Последние 7 лет он представляет Оренбургскую команду. Хотелось просто выступить, показать хороший теннис, на который я способен еще пока. А так я не как бы... Ну что, у меня цель, если я уже три раза выигрывал, как бы. Поэтому я как бы хотел выиграть еще раз. Сейчас ребята все потянулись, играют хорошо. Поэтому мне сейчас было так просто. Самый высокий уровень проведения чемпионата на Самарской земле отметили и участники первенства, и организаторы. По словам Александра Бабакова, президента Федерации настольного тенниса России и депутата Госдумы, созданные в Самаре условия соответствуют мировым стандартам. Для столицы региона это серьезная заявка о себе, чтобы в будущем такого большого перерыва в 40 лет между крупными соревнованиями не было. Я бы оценил и дал ему оценку самую высокую, поскольку для спортсменов и зрителей важно комфортность условий. В данном случае мы имеем дело с профессионалами, которые обеспечили спортсменам всем необходимым, начиная от покрытия, освещенности, условий, питания, комфорта и так далее, заканчивая достаточно хорошими условиями, комфортными условиями для самих зрителей. Самарские болельщики следили за финальными встречами с интересом. Помимо Алексея Смирнова на пьедестале почета свое место заняла и Анна Тихомирова. Она родом из Самары, однако последнее время выступает за сборную команду московского региона. На этом первенстве она завоевала серебро. Чемпионат России – прекрасная возможность для начинающих спортсменов воочию наблюдать за игрой земляков, на которых надо равняться, отметил председатель Федерации настольного тенниса области Виктор Кудряшов. Это, конечно, очень радует, вдохновляет. Я думаю, что это будет прекрасный пример для тех ребят, которые сейчас занимаются, которые имеют возможность общаться с великими мастерами, потому что все они, все наши воспитанники, они с удовольствием сейчас посещают нашу школу Олимпийского резерва, общаются с юными спортсменами. Я думаю, что Самару ждет, конечно же, великое будущее. Золотые призеры первенства России войдут в состав сборной и будут представлять нашу страну на чемпионате Европы, который пройдет эту осенью в Екатеринбурге.